Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновление в Black Desert Online от 27 марта. Вот так вот, в март уже всё. Тю-тю, скоро апрель. А занимай и лето. Сегодня нам подвезли летящего осла. Ивент не навсегда. Нам подвезли локацию фонарь. И подвезли новую сумку для квестовых предметов. То есть, теперь они не в сумке и не в складе лежат, а падают все в отдельную сумочку. То есть, освободили нам ещё склад и сумку. В Корее сегодня фонарь поставили в серную шахту. Очень много чего сделали по бартеру. А на консоли сегодня, к сожалению, кроме шопа вообще ничего. Даже ивентов не поставили. Один там только скидка на какие-то наборы и всё. Поэтому консольчики, сорянчик, сегодня, как говорится, поговорить не о чем. Поэтому я про вас и не буду говорить. Поехали смотреть всё по порядку. И начнём с ивентов, как всегда. Как всегда. Первый ивент у нас это... Кому интересно посмотреть победителей прогулка по нампо, то можете сюда прыгнуть, посмотреть. Лети-лети, ослоанит. Берёшь любого осла. Вот прям реально любого. Вот прям на сколько можно любого. Прыгаешь вот так со скалы, и он летит. Лети-лети-лети-лети. И летит. Но этот ивент просто временный, как видишь, до 9 апреля всего лишь. То есть такая вот нам, так сказать, к 1 апрелю подарочек такой вот, шуточная. Ничего делать не надо. Можно вроде бы купить этого ослоанита, но обычный осёл. Покупаешь обычного осла, и он летает. И кататься, если в прошлый раз, 2 года назад, летать могла только шая, то теперь может даже гигант. Творение неизвестного мастера. В 1 раз на аккаунт в достижениях получаешь настоящую вокзарку. Статуя настоящей вокзарки используется в качестве мебели. Знак босса убывающей луны можно обменять в новом меню печати до 9 апреля. Вот, смотри. Значит. Я, кстати, это и не посмотрела. Наверное, его вот именно в печатях тут и можно посмотреть. Вот он. Настоящий гзарка. Что он даёт? Вся атака на 5 часов. 25 плюс 75 минус 50 разделить на 10. Пишите ответ в комментариях. На 5 часов. Вот. И 3 штучки нужно печати один раз на аккаунт обменять. Вот. Это я вам уже проспойлерила сразу новый интерфейс. И что? Дальше вот эти печати падают с мобов. Просто с боссов мировых, которых ты фармишь. Там нубер, кутум, экзарки. Вот это всё. И ты можешь его... Это старая тема. Ты можешь его поменять как на старые предметы, так и на новые. Но учти, что именно до 9 числа. После 9 апреля уже нельзя и, скорее всего, чиниться. Он не будет. Прочность, по идее, он должен быть одноразовый. Хотя не написано об этом. Может быть, и можно будет чиниться. При взаимодействии показатель прочности снижается, однако применяется положительный эффект. Вот. Дальше. Следующий ивент это... Точнее, не ивент, а информирование о прекращении продажи товаров в передаче очков ремесленного опыта. Это ремесленные... Это свиточки, которыми мы могли и можем до сих пор перекинуть с одного героя опыт ремесла на другого. И это первый колокольчик, сигнальчик о том, что общее ремесло на аккаунт вот уже скоро будет у нас установлено. Пока еще нет его на ПТСе в Корее, поэтому сказать, что через неделю нам поставят точно никак. Но вот 3 апреля перестанут продавать его. Все свитки, которые будут в наличии, компенсируют, я так понимаю, жемчуг вернут. И все. А те, которые вы использовали там в течение этих 8-9 лет, то, как говорится, ваше право, деньги вам компенсировать не будут. А из-за что? Вы же получили то, что вам надо, правильно? Модная распродажа. Тьма Судат, Слава Судат. Полный комплект. На выбор одна штучка. И классический комплект. Тоже на выбор одна штучка. Дополнительное занятие с гильдией убывающей луны. Вот это, конечно, анекдот. Учудили, они так учудили. Помните, ивент, когда ты заходишь каждый день в игру, и вот здесь получаешь вот такие заявки на практику, и выбираешь себе квест. Так вот, вот эту заявку на практику они предлагают покупать за 150 жемчуга. Возможно, это для тех, кто, например, ну там опоздал, поздно приступил к ивенту, или просто кому лень делать это все. Точнее, заходить в игру было, потому что квесты все равно делать придется. Короче, доступно 10 покупок на аккаунт до 9 апреля. Вместе с окончанием ивента эти заявки у вас удалят. Поэтому даже если вы потратите деньги, оно пропадет. В честь 1 апреля вот такой полный комплект 2 плюс 1, так и без шутничок, потом набор эффектов на 15 дней, но не на 15 дней, 30 дней, как видишь, да? Таинственный сундук 2 плюс 1, но 2 плюс 2 на самом деле. И костюмы тоже, да, вроде как там что-то вот, да, 2 плюс 2, хотя 2 плюс 1, мм? Вот, сфера Тей 2 плюс 3, опа, сюрприз, да? Смена навыка транспорта 2 плюс 3, тройной набор обмена гардероба. Ну, тут гардероб 1, гардероб 2. Это когда ты, получается, внешность одного героя, костюм классический, можешь одеть на другого. Но там фиксировано. То есть, например, Шая может носить костюм гиганта. Это гигант, костюм ниндзи, по-моему. Ну, и вот так вот. И вместе с ними дается свиток метаморфоз неуклюжий солдат и попрыгушка. Вот, или вот такой комплект, да? Обмен гардероба для близняшек. Это на Мэгу, да, плюс еще 2 этих. Такоби-шутник можно купить. Это питомец, который дает плюс к дропу, как и писец, но при этом, ну, одновременно их призвать нельзя. Ну, и монстропарк, при желании, если хочется красивого какого-то питомца и понравится кто-то из них, то 3 товара можно выбрать вот за 700 жемчуга. И акционные товары. Пасха, Кровь, Элион. Кровь, Элион, 50 штучек. И набор советмастера, 100 штучек, плюс бонусы. Вот такой ассортимент в магазине. Теперь давай смотреть контент. По контенту текущие ивенты. Значит, сбор материалов для исследования. Это фармишь мобов, занимаешься рудокопством, собираешь материалы. Меняешь их потом на... Открываешь их. И если повезет, вытащишь что-то дорогое. Практически занятие с убывающей луны. Это у нас... Это вот эта вот штука, где ты берешь каждый день билетик и выполняешь потом задание. Награды за вход, награды за вход, создание сезонного героя. Все стандартное. Оказывается, они теперь, видимо, вот так будут правки нам показывать. То есть теперь надо вчитываться. Вот, например, вот правки по валькирии. Но правки в основном это исправлена ошибка в каких-то там комбинациях. Так что, валькирички, поздравляю вас. Вам что-то много всего починили. Надеюсь, что игра от этого у вас хуже не стала. То же самое хасашину. Вот, смотри, сколько сделали хасашину. Да, тоже в основном исправлена ошибка. Обрати внимание. Где-то не срабатывал контроль. Где-то там удар какой-то не там применялся. Где-то отхил. Где-то еще что-то. Вот, шаечка. Это одно и то же, просто два раза написано вроде как. И колдунье, и драканье. То есть все исправлена ошибка. В описании предметов добавлена информация о вероятности получения из них других предметов. То есть просто описание добавили. Тюрьма, пилап, фонарь, деки. Вот. Две точки. Две точки. Всего лишь две точки. Триста атаки, четыреста защиты. Если по полным показателям, девятьсот двадцать атаки, четыреста сорок защиты. Падает обрывок неизвестной карты. Это вечная карта. Деборика, сечилка, фразы, дискотеки. Все как обычно, юзаж колокол. Все на тебя бегут, убирают, убивают. Нитрич вечером сходит тестить. Будет спот. Потом видосик обязательно выпустит. С замерами, либо с механикой. Смотря что там будет интересно или нет. В черном храме с бамбуковым генералом. Вот мы недавно в корейском сервере смотрели эту правку. Теперь если генерал покидает боевую зону, он не отхиливается, когда возвращается. Но если игрок покидает боевую зону, то мобы исчезают, бой начинается заново. Вот. Ну и перед выходом появляется сообщение, что типа вернитесь, иначе вам хана. Добавили дроп за нанесенный урон по камос. Представь, это босс, который половину своего фарма летает в механиках и просто неуязвим. Добавили, что топ-5 искателей и топ-20 искателей с некоторым шансом могут дополнительно получить в дропе застывшую кровь, чешую камоса, золотые слитки. Вот так вот. То есть сначала они убирают награду за урон, а потом добавляют мотивацию для топ-20. Но напомню, что хп камос у нас идет общее на все сервера, топ-20 это по всем серверам. Удачного фарма, как говорится. Так, тут ничего интересного. Убрали два камня, вот этих, которые мешали, видимо, на автопути плавать. И меню для обмена печати. То есть я вам его уже показала. Вот тут вот он находится сверху. И все абсолютно печати, которые есть, я так понимаю, в игре. Потому что вот, например, Латимерия. Нидрич ее давным-давно обменял. И ее у него уже давным-давно нету, но она в списке есть. Так же, как вот этот вот ивент жемчужины нестабильной энергии. И обрати внимание, что ты просто берешь и нажимаешь обмен. То есть тебе не нужно ни бежать к НПСу, ни квест брать, ничего. И вот если взять, например, вот эти вот новые. А, ну то там меняется. Получается, вот этот ивент, который сейчас идет за задание, вроде как его тут и нет. Вот шокоту можно поменять. Видишь, элементы Тоницы можно поменять сразу тут. Так, что, так, что, так, что, так, что. Вот так вот. Предметы, хранящиеся в инвентаре печати, вот нам перечислили. Все следующие предметы, имеющиеся на аккаунт, будут заменены на ивент наградные печати. И вот, что нам. Ивент печать света, монета Хеллоуина, печать ярости. Короче, всякое говно, которое у вас хранилось очень давно. Да, все, что вы не поменяли, все, что вы не доделали. Вот это все вам заменят на один единый ивент наградные печати. Задания, соответственно, поменяли в связи с тем, что теперь итем эти нельзя отдать НПСу. То теперь вот, например, каменный мобиль, да, ежедневно. Вместо золотая наградная печать укращения цветок заблуждения. Вместо подчинения бутылка с речной водой. Сгусток духа. Даже вот сгустки духа с разломов тоже вот здесь теперь лежат. Вот так вот. Кулинарные, смотри, печати. Видишь, все это тут рабочее тоже получается, что оно все теперь сюда падает. При обмене светящегося камня у Daily Sign добавили окно подтверждения, видимо, чтобы случайно не тыкнули просто так. Ну и все, у нас вот такое вот обновление. Теперь давайте поговорим про корейское обновление, однако будем смотреть уже, так сказать, на первоисточник. Первоисточник нам рассказывает, что добавили правки какие-то тоже вот исправлено проблемы, исправлено проблемы, исправлено проблемы у Ланки, куча проблем. Волшебница, дракание опять чуть-чуть. В бартере, во-первых, изменили время отката, то есть вот ты обновил бартер и через 2 часа сможешь обновить. Плюс сократили количество убеждений или как это, очков, которые нужны для того, чтобы обновить раньше, чем откатилось. Вот, смотри, раньше было 40 очков, если ты первое продление, теперь будет 10. Если второе было 50, теперь будет 30. То есть, по идее, теперь даже без премиума, что ли, можно будет сделать все обновления. Ну, короче, вообще можно будет быстро-быстро все это проклацывать. Также откат вот этого свитка, который восстанавливает убеждения 250, тоже сделали 2 часа. Предметы с увеличенным количеством обменов, то есть теперь будет 2 обмена вместо одного, вот на всякие ресурсы для крафта корабля. Точки, ой, не точки, а материалы, которые, видишь, для галеона, тоже их можно будет 2 раза менять. Цену на вот эти предметы все, смотри, как изменили. Слезы морских глубин, это вот эта штука, стоило 3 900, будет 500. Представляешь, в 4 раза сократил. Вот, где-то в 10 раз, где-то в 6. Ну, то есть, очень сильно цены снизили. То есть, можно будет докупить все вот эти предметы для крафта галеона за монеты. Но лучше эти монеты тратить на кафрасы, например, переводить в серебро, а сами материалы просто нафармить по квестам. Также добавили новый еженедельный квест в Оке Акила, убить 20 кого-то и получить битву, красные, этот, реликвия пиратов. Три типа ежедневных заданий объединили. Вот, теперь, я так поняла, 5 молодых ты убиваешь мобов, и у тебя ты получаешь все слеза, фанера, полотно, короче, полностью все-все материалы, которые ты раньше получал по трём квестам. Ещё, смотри, что-то они тут погруппировали мобов, но так как перевод не очень понятный, поэтому не буду отдельно, знаю, там задерживаться. И еженедельное задание, которое просило убить кандидумов, три кандидума, да, три челюсти и три клинка, теперь надо будет убить одного клинка, достаточно. Вот, увеличены награды за запросы на приобретение материалов, то есть теперь вот по заданиям вот этим вот ты будешь больше ещё получать материалов. Товары второго уровня и третьего можно обменять на точки для заточки парусов этих, ну, обвеса синего. Первого уровня товары можно, некоторые добавили, что можно вот эти материалы поменять на первые товары, некоторые сократили количество для обмена и некоторые удалили. Ещё, 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 в кулинарию нам ещё это не поставили, но в Корею на прошлой неделе поставили, что если ты кладёшь неверное количество материалов, либо какой-то ресурс перепутаешь, то кулинария просто сжигала раньше материалы и писала, что ой, чё-то не получилось. А теперь, если не получается, то оно так и будет писать, из этого ничего не получится. И вот они в ту среду, а, или они сделали и оно не работает, или они сейчас поставили и оно не работает, уже дописали. Но вот в алхимии, по крайней мере, вот то же самое здесь сделали, что если ты неправильное количество материалов положишь, то оно при неудаче не сгорит. Сократили время для поимки коня, то есть теперь меньше времени надо с ним возиться. Ну и упростили точки. Значит, смотри, прикол. Они, значит, взяли точки чёрный камень, оружие, доспех и просто сделали чёрный камень, оружие почему-то. Вангую, просто поставьте крестиком точечку в календаре или напоминание, или я не знаю, они потом переименуют вот это оружие на либо экипировка, либо вообще уберут вот эти скобки. Может, через год, может, через два, но такой контент нас ожидает, потому что нелогично точить броню точками на оружие. Вот, и они когда-нибудь придут к этому и переименуют. Вместе с тем, абсолютно все точки, которые у вас были броня, станут точками на оружие. И хочу заметить, что сейчас, смотри, сейчас чёрные камни на оружие, обрати внимание, максимальная цена и 170. 173 тысячи ставок. Если вдруг тебе нужны эти точки, то я тебе советую просто закупиться точками на броню, которую... А, подожди, это она оружие опять ткнула. Точками на броню и дождаться, когда они обменяют. То есть сейчас ты имеешь возможность по нормальной цене купить эти точки, дождаться, когда поменяют и доделать себе бижутерию. Или, если у тебя уже есть куча таких точек... Не-не-не, видишь, здесь оружие и здесь оружие. Оно не могло быть, ну, типа, оно бы по-разному перевело. Можем даже на корейском посмотреть, как оно выглядит в оригинале. Видишь, одинаковые символы. Так что это точно будет оружие. Вот. И... Просто тоже такой совет, подготовка. За... Когда включат сервера, 100% не все будут знать о том, что это поставили. Просто будьте готовы зайти на сервер и по ставкам продать ваши точки, которые у вас броню поменяют на оружие. Если, если разработчик не отменит все ставки с аукциона. А если он это не сделает, то... У вас есть хорошая возможность заработать на этом деле на тех, кто не читает, допустим, анонсы. А они по-любому в анонсах напишут о том, что будут унифицированы точки на оружие. Вот. То же самое там с остальными точками, но это нам уже не очень интересно. Это все, в принципе, все, что связано с объединением. Дальше они тоже вот это все понаписывали, что теперь для этого нужно то, нужно то, нужно сё. В описании следующих предметов вероятность. Ну, это тоже такое неинтересно. Вот. Фонарь Деки. Статы такие же, как у Пилапа. 300, 400, 920, 440. Дроп, соответственно, тоже карта. Деборика, ремесленная одежда Манос, Сичил, Дискотека, Камника Фраса. То же самое, что в Пилапе, только еще ремесленный костюмчик. Пилапа, Дед. Вот. Ну и, собственно, всё. В целом, из интересного в Корее тоже всё разобрали. Ну и по консольке, как я говорила, у вас вот какая-то скидка есть. Магазин. И всё. За сегодняшнее число больше никаких новостей нет. Хотя, вот заметки разработчиков какие-то. Ну и что-то у вас тут тоже происходило. Какие-то были ивенты. Всё. Спасибо всем огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Заходите в наши социальные сети. Это группа ВКонтакте, Дискорд, ВК, Фейсбук. Также, если у кого-то есть желание купить аккаунт, ворваться в игру уже сразу с нормальным эквипом, то напишите Нитричу. Или, если хотите, продать аккаунт. А если нужна помощь с донатом, не только в БДО, например, там, ну не знаю, европейское БДО пополнить. Или какую-нибудь там вот в Альбионе сейчас тоже паки покупают. Или там, ну вот, ДД2, вот это как она, Драганс Догма, да. Мне напишите в Дискорде, и я вам уже с этим помогу. Всё. Хорошего всем дня. Спасибо, кто ставит лайки, пишет комментарии. До встречи в следующих видео. Пока.